Мама, папа, у нас завтра гости будут. Пашка сиял, как начищенный самовар, и лукаво смотрел на родителей. Гости? Гости это хорошо, сказал отец. Какие гости? Спохватилась мать. Ой, ну что ты, Паша, в самый последний момент говоришь, ну предупреждать же надо, надо приготовить. Ой, а может пирог испечь? Засуетилась мать. Да, мам, не надо много наготавливать, Лена много не ест, фигуру держит. Лена? Мать вдруг замерла. Какая Лена? Моя девушка, это и есть наш гость. Да? Мать поджала губы. А почему мы с отцом об этом узнаем только сейчас, что у тебя есть девушка? Да еще и знакомство какое-то выдумал. Зачем нам это? Я думала, ребята твои какие придут. Хотела Ниночку позвать. Ты чего, мать? Как это зачем? Пашка у нас парень взрослый. Ты чего? Ничего. Сиди, молчи. Лена очень волновалась перед знакомством с будущими родственниками. Пашка сделал ей предложение, старомодно попросив руки у ее родителей. Папа расчувствовался, мама была польщена. Родителям Паша понравился. Хороший, умный, воспитанный, вредных привычек не имеет. Нет. Выпили с отцом по рюмочке коньячка, поговорили обо всем, начиная от политики, заканчивая крышей бани, что на даче в сорока километрах от города. Вот это зять Антонина! Да о таком зяте мечтать только! Ай да дочка! Ай да молодец! Мама весело улыбалась, глядя на зардевшуюся Леночку, убирающую со стола. Мам, шепчет девушка, правда Паша хороший? Хороший, хороший, приободряюще говорит мама. Понравился Паша и старшему брату Леночке, Владику, и его жене, Верочке. Ура! Захлопала в ладоши беременная Верочка. Будем дружить с семьями, теперь Владику не скучно будет, а то мы с Леной болтаем, а он мается. В общем, все складывалось удачно. Удачно до тех самых пор, пока не настал момент все же познакомить Леночку со своими родителями. Тот момент, который Паша оттягивал как мог, дольше нельзя. Уже подано заявление в ЗАГС. Мать надела свой лучший наряд, нацепила все украшения, сияла, как новогодняя елка. Все выспрашивала у Леночки, кем работают ее родители и сколько она сама зарабатывает. Не забывай, на твоей совести Нина, сказала мать и многозначительно замолчала. Паша покривился. Мам, ну давай не будем, а? Что значит не будем? Это твоя кровь, твои родные племянники. Или ты что, хочешь на нас все свалить? Мать, прикрикнул уже отец, давай потом. Проводив Леночку домой, вернувшийся Паша застал предполагаемую им картину. В прихожей запах корвалола. Брызгает она им, что ли? Подумал парень. Зареванная мать с полотенцем на голове, злобно курящий отец на балконе. Пап, что? Заглянул на балкон. А, отец махнул рукой. Концерт по заявкам, жаль, что зритель не выдержал. Отец жалко улыбнулся. Ты прости, сынок. Хорошая девочка. Счастья тебе. Мать не разговаривала с Пашей неделю. Когда он не выдержал и просто наорал на нее, она расплакалась. Чего Паша не мог выносить, так это женские слезы. А тем более материнские. Мать сплакала, что Паша забудет про них. Перестанет помогать старшей сестре, бедной Ниночке, у которой растут двое мальчиков, погодков, и которые никак не везет в жизни. Мам, ты с ума сошла? Я что, из-за Нинки не должен теперь жениться? Мог и повременить. Помочь мальчиков на ноги поставить. Парню и в сорок лет не поздно жениться. Это девки. Нине вон. Надо судьбу устраивать. А тут ты со своей женитьбой. Это денег сколько уйдет? Мама, я разве денег прошу? Я сам зарабатываю. И сам сделаю свадьбу. А ты что, в этом месяце не дашь детям на лагерь? Я в том месяце давал. И тоже на лагерь. И вообще, у детей есть отцы, мам. Я-то при чем? И так помогаю. Вот-вот. Заплакала мать. Не успел жениться, а уже все. Уже не хочет сестре родной помочь. На свадьбе мать поджимала губы и все подсчитывала, сколько потрачено денег. Жить молодые начали отдельно от всех. Лене досталась квартира от одной бабушки, Владу от другой. Поэтому жильем были обеспечены. Но Паша сказал, что все равно со временем надо купить большую и просторную квартиру, а эту сдавать не лишние деньги. Первый серьезный скандал у свекрови со снохой произошел, когда Паша попросил маму отдать его карту. Ему самому некогда. Лена забежит, сказал он. Мать ничего не сказала по телефону сыну. Но как она орала на Лену, что той нужны от Паши только деньги, что она у сироток забирает последнее. Лена выскочила из квартиры свекрови, сопровождаемая проклятиями. Карточку привез через час свекор. Ему было стыдно. Он попросил извинения у Лены. Лена решила ничего не говорить мужу, чтобы не накалять обстановку. Дальше больше. Пашина мама звонила Лене и орала на нее, что та пользуется деньгами Паши, хотя права никакого на это не имеет. Он должен отдавать половину зарплаты им, ведь они помогают несчастной дочери воспитывать двоих мальчишек. Однажды Лена не выдержала. И не то, чтобы пожаловалась, а рассказала Верочке, жене брата. Та, конечно, рассказала все мужу. Владик поговорил с Пашей, а тот спросил у Лены, почему она молчала. Конечно, был скандал. Он строго-настрого приказал матери не сметь звонить его жене, а также приходить и смотреть в ее сторону до тех пор, пока не научится себя вести по-человечески. — Бать, тебе всегда рады. Заходи. Лена тебя полюбила, да и тесть всегда приглашает. Ты уж извини, но без матери. Мать Павла между тем всем жаловалась о том, что ночная кукушка перекуковала дневную, что пользуется подлое всеми деньгами сыновьями, а тот и в ус не дует, сестре помощь нужна, а он на курорты со своей фифой мотается. — Мам, — спрашивает Паша, — я тебе точно родной? — Ты что? Ты что говоришь такое? Да я, да я тебя в муках рожала. — В муках говоришь? А ощущения, что я тебе так, соседские дороже. У тебя Нинка на первом месте, и все, больше никого не существует. Мать начала хвататься за сердце, пить корвалол, но Паша махнул рукой и ушел. Вообще-то он хотел поделиться радостным событием. У него будет малыш, вернее малышка. Уже имя придумали. Соня, Софочка. С этой вестью и пришел к родителям Паша. Да только не успел порог переступить, как сияющая мама сообщила, что у Ниночки все наладилось. Кажется, и она выходит замуж. Поэтому Паша и спросил про то, родной ли он. Ничего не стал сын говорить матери, не услышала бы она радостную новость. Но все же решили пригласить ее тоже, когда собрали всю семью, чтобы рассказать эту самую новость. Лена настояла, угнетала ее, думала, что Паша с мамой из-за нее поругались. Свекровь пришла, была со всеми милой, веселилась. А когда узнала причину сбора всей семьи, разрыдалась. Да только не от счастья. Эгоист, рыдала свекровь. Это ты специально, поганка. Кричала она в сторону испуганной Леночки. Ты позавидовала, что у Ниночки жизнь складывается. Тебе покоя не дает тот факт, что мальчики к нам переедут жить и что Паше придется их содержать. У Ниночки наконец-то все сложилось. У них с Борей будет ребеночек. Ты специально забеременела, поганка, гадина. А ну, пошла вон. Это встала мама Леночки. Раз мужики не могут тебя на место поставить, то я тебе скажу, неуважаемая сватюшка, пошла вон отсюда и даже в сторону моего ребенка дышать не смей. Раздавлю, на одну ногу поставлю, а за другую дерну. Уяснила? Было смешно и страшно наблюдать, как маленькая мама Леночки наступает на большую крупную маму Паши. Как же стыдно было Паше и его отцу. Как же они краснили и переживали. Но Леночкин папа быстро увел их и Вадика на балкон. О чем-то там пошушукались, пока мама и Верочка прыгали вокруг плачущей Леночки. Все успокоилось. Паша общался только с отцом. Конечно, он любил племянников, и они с Леной уже давно обсудили, что какую-то часть будут давать ребятам из семейного бюджета. Встретился Паша с Ниной, которая была вечно занята и даже не смогла прийти на свадьбу брата. Отдыхала с очередным претендентом на руку и сердце, который не горел совсем желанием, просить у нее эту самую руку. И после веселого отдыха скрылся в дымке голубой. Паша выяснил, что отцы мальчишек, ну вот так получилось, что не успев родить от одного, она вышла замуж за другого и родила также пацана. Так вот, отцы мальчишек платят элементы. Не миллионы, но мужики ответственные. Мальчики гостят у своих бабушек со стороны пап. С отцами видится тоже. Почему пацанов родителям сбагрило? Паша строго смотрит на старшую сестру. Тебе-то что? Говорит с вызовом. А то от меня не получишь ни копейки. Поняла? Больно надо. Это еще не все. Если я узнаю, что алименты получаешь ты, а не мать, а я узнаю, я тебе устрою сладкую жизнь, чтобы сегодня же карточка с деньгами на детей была у матери, плюс детские пособия и плюс твоя доля на детей из зарплаты. Если всего этого не будет, если хоть копейка осядет у тебя в кармане, держитесь обе с матерью. Я подам на опекунство на пацанов. Отцы детей будут не против. Я уже поговорю с мужиками. Им тоже не нравится, что на их деньги ты содержишь своих не пойми кого. Так вот, я подам на лишение от тебя родительских прав. Мы это сделаем, дорогая. Не переживай. Мальчики будут жить со мной и Леной, и ты, естественно, будешь платить алименты. По закону. Поняла? Можешь не бегать и не жаловаться матери. Ей я сказал то же самое. Лежит с полотенцем на голове, пьет корвалу. Такого злого Пашу не видел никто раньше. Ни мать, ни Нина. Шутки кончились, поняли они. Это та кукушка его науського затянула любимую песню мать. Но отец так шикнул на нее, что она прикусила язык. По-настоящему. По-настоящему. И лежала, не шевелясь. Нина передумала отдавать пацанов матери. Отец сказал, что со своей зарплаты и пенсии он раньше ушел по выслуге лет. Больше не даст ни копейки, а только если сам захочет побаловать пацанов. Матери сказал, что если будет тащить Нинке все подряд, то он разменяет квартиру и будет жить один, чем опять довел мать до дивана и полотенца на голове. Ты пойми, говорит отец, ты Нинке хуже делаешь. Думаешь, я ее не люблю или мне ее не жалко? Да только ты ей вместо того, чтобы пинка хорошего дать, костыль суешь. Она и привыкла, как бабочка порхать, знает, что мама и денег даст, и любую прихоть исполнит. Все, мать, не жди от меня помощи. Мне и так перед сыном стыдно, к тому же внучка родится вот-вот, я им помогать буду. Я так решил. Не устраивает? Давай разводиться. Я тоже устал. Пол жизни тянем ее, все силы вытянула. Там учиться не хочу, тут не буду, с этим жить буду, с этим не буду. Все, устал, хватит, сил больше нет. Не смогла мать принять эти новые правила, не смогла переубедить себя жить по-новому. Как бы Паше не было жаль, родители разошлись. Он заезжал к матери, привозил ей продуктов, выслушивал про то, как она устала, как ей тяжело нянчиться с Нинкиной оравой, что здоровье уже не то, дети требуют внимания. А Нинка со своим то в лес, то на сплав какой-то, то в горы. А это все и денег стоит, и времени немало отнимает. Но Нинка боится, что муж может уйти, если она не будет с ним разделять его увлечения. Вот и мотается за ним. А тут пришла и говорит, что-то огурцов соленых захотелось с медом. Я чуть не упала. Опять говорю, что ли? Она улыбается, как блаженная. Костик говорит, дочку хочет. Паша все выслушал и пошел домой. Он уже привык, что мать даже не спросила, как он живет, как там ее внучка, Софочка. Она, наверное, и не знает, сколько Софийке лет. С обидой думает Павел. Да что там лет, она даже не знает, как ее зовут. Соседка однажды донесла, как, сидя на лавке, мать назвала свою внучку «девочка», обронив, что у нее есть внучка «девочка». Когда же соседи поинтересовались, почему они не видят Пашину дочку у бабушки, мать сказала, что ей своих внуков позаглаза. Конечно, у Софийки есть два деда, бабушка, дядя с тетей. Но так обидно Паше бывает, когда подросшая Софийка спрашивает, почему папа, когда ездит к своей маме, не берет ее с собой. Однажды он взял. Бабушка даже не глянула в сторону внучки. Завела свою песню про Нину, ее детей. Больше дочка не просилась к бабушке. Сидя на лавочке, мать Пашина всем рассказывает, какая змея жена ее сына. Отвернула парня от семьи, жалуется женщина. А ведь какой был славный, даже карточка его зарплатная у меня была. Нет же, с этой змеюкой связался. Она еще и ребенка ему додумалась, родила. Качают головами соседки. Это же надо из-за своей ненависти и слепой материнской любви к одному ребенку потеряла всю семью. Но она не понимает, сидит и проклинает ту змею. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.